Добрый день, уважаемые коллеги! Первая ссылка ведет на наш сайт, на сайт Директ Академии, на его главную страницу, где можно зарегистрироваться на все вебинары до конца нашего учебного года, до июня месяца. И вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором располагаются все записи наших вебинаров. В настоящий момент там около 280 записей. Запись этого вебинара тоже ведется и она тоже попадет туда через несколько дней. И я также хотел бы проанонсировать два следующих вебинара. Тут, правда, у нас есть некоторые изменения, о которых я узнал буквально несколько минут назад. Вот эти два вебинара. Первый из них должна была завтра провести Софья Багдасарова. Но, судя по всему, этот вебинар будет перенесет на немного более позднее время, на конец этой недели или на начало следующей недели. Тем не менее, я его обозначу. Это наш искусствоведческий вебинар, который проходит раз в месяц. Называется он «Как Екатерина Великая играла в китайское искусство и почему рококо привело к французской революции». Очень вам советую на этот вебинар записаться. А когда он будет точно, мы уточним в ближайшее время. Ну и второй вебинар в среду. Его будет вести Дмитрий Кречман из Гиперметода. Организация проектного обучения на основе Learning Server 4G. Всем тем, кто интересуется проблемой и проблематикой онлайн-обучения, я всех приглашаю на этот вебинар. Ну что ж, сейчас пришло время пригласить в онлайн сегодняшнего ведущего. И сегодня наш вебинар посвящен сервису «Поступи онлайн», сайту «Поступи онлайн». И его создатель, Алла Анатольевна Носкова, нам сегодня проведет вебинар на эту тему, расскажет нам об этом сервисе. Алла, прошу вас на связи. Добрый день. Надеюсь, меня видно и слышно всем. Добрый день. Вы находитесь немножко в другой роли. Мне было бы интересно, в какой роли относите вы себя, и я бы сделала в вебинаре больше акценты на тех аспектах сервисов сайта «Поступи онлайн», которые вам интересны. Скажите, пожалуйста, в какой роли вы будете слушать этот вебинар, и какая именно информация вам интересна? Родитель, профориентатор, педагог, организатор школы, вуза или СУЗа? Профориентация, прием в ВУЗ, вуз. Так или иначе, все мы родители, и ценность сайта представляет прежде всего для абитуриента, и потому что он интересен абитуриентам, он представляет интерес и всем остальным участникам рынка профессионального образования. В начале кратко о сайте и его абитурии. В марте 2018 мы запустили еще один раздел сайта, посвященный среднему профессиональному образованию. И уже сегодня на сайте более 500 колледжей, училищ и техникумов. Очень серьезный, большой объем информации для всех, кто занимается профориентацией или планирует поступление в учебные заведения, или планирует продвижение учебных заведений. Раздел, посвященный высшему образованию, был запущен 1 сентября 2016 года. И к сегодняшнему моменту сайт стал самым популярным в России по тематике для абитуриентов, которые выбирают высшее учебное заведение, специальность, профессию. И его посещаемость достигла практически полутора миллиона человек. Сайт, я показываю, что он стал лидером, я впередил даже очень популярный и полезный сайт учеба. Количество абитуриентов в СРМ вузов. Что такое СРМ? Это система взаимоотношений с клиентами. Наш сайт, он не просто для вузов и СУЗов является витриной их курсов, программ, специальностей, профессий. Но и является системой взаимоотношений с абитуриентами потенциальными. Дело в том, что на сайте абитуриенты могут совершать различные действия с контентом вуза и СУЗа. И эти действия отражаются в такой специальной СРМ-системе вуза. И накапливается база абитуриентов, с которой организатор вуза может работать. На сегодняшний момент в СРМ вузах находится почти 400 тысяч человек. И 2018 год поступления – это уже 160 тысяч. Максимум люди регистрируются и становятся абитуриентами вузов и СУЗов у нас на сайте. Начиная с конца мая, конечно же, и до середины июля. Это максимальный пик. В этот период посещаемость сайта может вырасти в 3-4 раза. Наш сайт тоже отличается от большинства каталогов вузов и СУЗов тем, что его посещает в основном молодежная аудитория. И он ориентирован на ребят, которые самостоятельно принимают решения. Как вы видите, младше 18 лет – почти 40%. Конечно же, для родителей. И родители составляют тоже значительную долю – порядка 15-20%. Широко представлены регионы. И наш сайт также отличается тем, что почти 60% смотрят его с мобильных устройств. Если взять планшеты, то это 65% посетителей смотрят сайт с мобильных устройств. Сайт прекрасно доступен на всех устройствах. У него адаптивный дизайн. И хочу сказать несколько слов, почему мы не сделали мобильное приложение, а сделали адаптивный сайт. Потому что психология подростка такова, что он скачивает к себе на мобильный телефон только то, чем пользуется постоянно. Мессенджеры, игрушки различные, то, что составляет его инфраструктуру жизни. Сайт для принятия решения о поступлении, он лишь ситуативно в течение полугода-года может быть интересен ребенку. Поэтому, как правило, такие сайты он не станет скачивать, потому что место на мобильном телефоне ограничено. И, в общем-то, он не станет уничтожать свои любимые видео, фотографии и любимые мессенджеры ради того, чтобы скачать такой сайт. Для того, чтобы пользовались сайтом больше людей, соответственно, нужно было создавать адаптивный дизайн. То есть, по сути, мы сделали три сайта, три продукта в одном. Потому что на каждом устройстве сайт смотрится удобно, юзабельно, и есть возможность пользоваться им с любого устройства. Первая часть – это я расскажу, как использовать сайт абитуриенту, непосредственно родителю абитуриента или профориентатора. В принципе, здесь фокус достаточно похож. С чего начинается выбор? Прежде всего, нужно понять, в какой точке находится человек, который пришел на сайт. Он выбирает профессию, он не ориентируется еще в том, кем он хочет быть. Он хочет понять, какие специальности, какие образовательные программы позволят ему получить эту профессию. Он хочет понять, какие необходимо ему сдавать экзамены ЕГЭ. Или наоборот, он знает, какие экзамены ЕГЭ он будет сдавать, и он хочет понять, какие специальности, образовательные программы, на какие он может претендовать. Он хочет понять, в каком вузе есть специальности, на которые он хочет поступить. То есть, весь этот спектр вопросов предполагает определенную информационную связь, информационную логистику. И наш сайт, он предполагает определенные сценарии принятия решения. Но прежде всего, хочу сказать, что наш сайт имеет большую часть посетителей из поисковых систем. А в поисковых системах люди набирают вопросы свои. И, соответственно, судя по характеру этих вопросов, мы понимаем, что зачастую ребята, да и их родители, и даже профориентаторы путаются в понятиях. Они путают понятие специальность и профессия, специальность и специализация, направление подготовки, профиль обучения, да, факультет, кафедра. То есть, значительная часть ребят думает, что они поступают на факультет или на кафедру, например. И они не понимают, что в итоге, в конце концов, они будут подписывать документы, приемы на образовательную программу. И поэтому мы, когда рассказываем о нашем сайте, мы всегда пытаемся сделать такой словарь ребятуриента и определиться с понятиями. На нашем сайте мы видим, что процесс принятия решения о поступлении, он вот, есть таких основных пять этапов, когда человек определяется с определенными объектами. И далее он конкретизирует, у него есть потребность конкретизации выбора, он выбирает конкретный факультет, конкретные образовательные программы, варианты программы. То есть, вариант программы – это уже непосредственно программа в ВУЗе и еще с формой обучения. Он проверяет шансы поступления и потом ему необходимо ознакомиться с правилами приема и понять, собственно говоря, как поступать. Для того, чтобы ответить на все вопросы абитуриентов в один клик, максимально быстро, необходимо было организовать внутри базы данных связь всех объектов, по поводу которых принимается решение. И главная мауха нашего сайта – то, что мы, во-первых, показываем информацию не только на уровне направлений подготовки и специализации, а показываем обязательно профиль и программу, варианты обучения. Эта задача оказалась очень сложной, потому что эту информацию найти даже на сайте ВУЗов или СУЗов достаточно сложно, проблематично, а тем более оформить ее в виде документа, который был бы полезен читателю, где было бы написано, какие предметы предполагается, кем будет на выходе человек по окончанию этого профиля или программы. И также одна из самых сложных задач, которая решена нами – это связь профессии с профилями и программами конкретных учебных заведений. Вот. И мне кажется, что главное достоинство нашего сайта – это вот именно структура базы данных контента, которая позволяет в различных плоскостях выстраивать буквально сценарии принятия решения. Вот. Плюс есть такие кросс-сервисы, которые проходят через весь сайт. Это календарь абитуриента, это журнал абитуриента. И в отличие от других СМИ, наш журнал – это новостная лента, которая создана исключительно для тех, кто принимает решения по поводу поступления в учебные заведения. И консультации. Консультацию мы проводим на сегодняшний день бесплатно в ВКонтакте. Но мы также планируем на сайте платные консультации ведущих специалистов. Это центр тестирования при МГУ, профориентатор. Это Алена Владимирская будет нашим партнером в данном проекте. И мы с нами будем делать платные консультации именно по построению траектории поступления. Это ближайшие планы. И также у нас в планах использования искусственного интеллекта для таких коротких, простых консультаций. Я потом покажу, как это будет устроено. Соответственно, на сайте представлены, по сути, готовые сценарии принятия решения. Когда человек попадает, например, он знает какую профессию, например, он хочет быть HR-менеджером, он попал из поисковой системы на страничках профессии HR-менеджер. Вокруг этой профессии создано информационное поле. И он может посмотреть, какие программы и профили обучения необходимо рассмотреть для того, чтобы стать HR-специалистом. В каких вузах есть эти профили, какие специальности, какая зарплата и что с рынком труда этой профессии в настоящий момент, какие есть статьи в этой профессии. То есть мы вокруг объекта принятия решения создаем информационное поле. И в этой одной точке ребенок может принимать решение, если он, например, находится в этой точке. Если он находится в точке, например, выбрал экзамены, тоже есть специальная страничка. Он может зайти на страничку выбора, например, профессии по ЕГЭ, или выбора специальности по ЕГЭ, или выбора программы по ЕГЭ, вузы и так далее, и понять, куда он может поступить, оценить свои шансы. Если он выбрал вуз, он может, соответственно, попасть на страничку вуза. И на страничке вуза также есть вся инфраструктура принятия решений, сценарии принятия решений, которые предполагаются. То есть мы как бы помогаем ребенку делать эти шаги на пути принятия решения. Если же он не знает, что ему делать, всегда есть кнопочки, которые подскажут ему, что можно выбрать еще, да, или куда-то пойти, для того, чтобы у него не оставалось ощущение закрытых дверей. Для ребят, которые не определились с профессиями, а таких очень много, даже в 10-11 классах, вот есть профориентационные тесты. Ценность, понятно, что мы используем достаточно широко известные тесты, тест Резапкина, тест Воланда, тест Климова. И мы целенаправленно брали тесты простые, с которыми ребята могут работать самостоятельно. Потому что если взять серьезные тесты психологические, которые выполняются 30-40 минут, во-первых, сложно удержать внимание, нужно достаточно с серьезной мотивацией, чтобы выполнять такой тест. И такой тест будет требовать профессиональной работы психолога по интерпретации этого теста. Мы же ставили перед собой цель взять тесты, которые ребенок или родитель может использовать в качестве игры для того, чтобы начать процесс выбора, сравнения, анализа. То есть это как бы приглашение к диалогу, приглашение к анализу информации. И ценность наших тестов, в отличие от просто... Эти все тесты присутствуют в интернете достаточно широко подставленных. Можно пройти на огромном количестве сайтов. Но при этом ценность именно наших тестов состоит в том, что результаты теста связаны с профессиями. А атлас профессий у нас 2300 профессий. И каждая профессия имеет связь с профилем, специальностью и учебным заведением. И поэтому на выходе, в результате мы получаем не просто абстрактные представления, что вот тебе подходит профессия человек-человек или человек-техника. Мы имеем список профессий. У каждой профессии есть информационное поле для принятия решения. И мы можем выйти на совершенно конкретные результаты выбора и сравнения. Это тест Голланда, тест Резапкиной и тест Климова. Они все сделаны достаточно так весело, для того, чтобы ребенку было удобно его делать на мобильном телефоне и на компьютере. Ну и в результатах теста вы видите профессии. Профессии фильтруются по ряду критериев. Можно, соответственно, моделировать. То есть это приглашение к моделированию будущего. Я бы так сказала. Это не истина в последней инстанции, а именно материал для моделирования. Атлас профессий. Мы в атлас профессии, еще раз хочу повторить, что связан со всем контентом сайта. В этом его преимущество, его уникальность. Мы постоянно добавляем профессии. И мы делали не абстрактный атлас профессий, а именно мы добавляем профили подготовки, добавляем очередные специализации, анализируем, какие профессии будут на выходе и добавляем в атлас те профессии, которым готовят у нас в России. Поэтому он чисто прикладной. Здесь нет ни одной профессии, у которой бы не было связи с учебным заведением или профилем. Вот так выглядит наш атлас. Его можно фильтровать, например, по городу. Что это значит? Это значит, что если вы установите город Москва или город Санкт-Петербург, вы увидите профессии, которые можно получить в Санкт-Петербурге. И, соответственно, перейдя на страничку профессии, вы увидите учебное заведение Петербурга, где можно получить либо профиль этих учебных заведений, где обучают, или специальности. Вот. А также фильтровать, например, можно, поскольку есть все связи. Для высшего образования можно фильтровать у ЕГЭ. Но профессии мы также разбили, если взять вот здесь в меню, да, открыть, вот здесь, в закладочку профессии, вы увидите, что профессии можно фильтровать. Высшее образование, среднее профессиональное образование, рабочие профессии, профессии специалистов СПО. Да, здесь они разбиты как раз по уровню обучения. И есть профессии, которые могут попасть и в высшее образование, и в СПО, например. Поэтому максимально удобно именно с точки зрения поиска учебного заведения по профессиям. Вот. Сама профессия, да, вот представляет из себя целую группу страниц, группу страниц, которые создают информационное поле профессий для принятия решения. Мы акцент делали именно на связях, а не на описании профессии. Есть, например, замечательный ресурс, ProofGid, по-моему, называется, и там сделано очень глубокое описание профессий, какие требуются навыки, какие требуются знания. По сути, дана профессиограмма профессий. То есть мы не ставили себе цель делать профессиограмму, а ставили себе цель дать краткое описание, представление о профессии, найти интересное видео, если оно есть. Вот. И далее представить информационное поле профессии, а именно рынок труда профессии. Это тоже уникальный сервис, благодаря тому, что мы договорились с компанией Яндекс, вот мы получили API их сервиса Яндекс.Работа, я систематизировала понятие профессии и должность, и профессии, например, HR-специалист, мы соединили ее с огромным количеством должностей, которые есть у профессии HR-специалист. Например, директор по персоналу, менеджер по подбору персонала, рекрутер, менеджер по обучению персонала, кадровый сотрудник, да, и здесь вот представлены различные должности, и видно, в зависимости от должности, как меняется заработная плата HR-специалиста. Также здесь есть распределение, например, самая популярная вакансия в профессии HR-специалист – менеджер по персоналу. И здесь представлено распределение зарплат этой профессии. Также представлено по городам, как в профессии HR-специалист выглядит по городам. Москва, Петербург, вся Россия, средняя выделена красненькими, другие города России. Если же отфильтровать сайт с данной точки, вот здесь есть фильтр по городу, по конкретному городу, все графики перестроятся, и они будут выглядеть по конкретному городу. То есть это максимально прикладная вещь, причем это рынок труда профессии онлайн. Здесь в запаздывании идет информация буквально несколько дней. Мы собираем данные по API, систематизируем и представляем на сайт. Это, по сути, практически онлайновая информация. Видно, сколько вакансий, в каком городе, если это необходимо. Средняя, минимальная заработная плата, максимальная заработная плата, самые популярные должности, профессии, их заработная плата и так далее. Информационное поле профессии и программы, образовательные программы вузов и СУЗов. И если нажать на кнопочку программы, вот здесь, да, например, у профессии ЧАР-специалист есть возможность учиться в бакалавриате, в специалитете, либо магистратуре. Если у профессии, например, профессия Геодезист, да, профессия Геодезист, то, соответственно, к ней можно подготовиться и в СУЗе. Здесь еще будет, соответственно, СПО. По сути, вот, нажать, если вы нажали на эту кнопочку, вы можете видеть траекторию свою образовательную по данной профессии. И можете моделировать свою образовательную траекторию, переключая бакалавриат, СПО, бакалавриат, магистратура, видеть движение, трек буквально, и выбирать то, что вам необходимо. У пользователя есть личный кабинет, и он может сохранять интересные его программы, вот, у тебя в личном кабинете, и составлять свои персональные образовательные треки. Вот. Значит, следующая закладочка – ВУЗы. Учебные заведения. В данной ситуации есть только ВУЗы, поэтому здесь ВУЗы. Если бы у Геодезиста были бы еще колледжи, здесь бы появилось, соответственно, учебное заведение, и было бы ВУЗы, колледжи. Вот. Ну и статьи о профессии. Наш редактор публикует статьи, связывает их с профессиями. Можно почитать, в общем-то, периодику какую-то, либо интересную информацию о профессии от первых лиц, представителей профессии. И вот в таком виде сделаны практически все 2300 профессий. Связи имеют все полностью с тестами, да, с учебными заведениями, с профилями, со специальностями. Это все вот полная, как бы, связь со всеми объектами на сайте. Именно в этом состоит ценность. Каталоги ВУЗов и СУЗов. Каталоги представлены здесь ВУЗы и СУЗы. В России, вот, вы видите, 348 ВУЗов и 500 СУЗов. И, конечно же, мы расширяем сейчас отдел контента для того, чтобы максимально охватить все ВУЗы и СУЗы России. У нас 34 города по ВУЗам и 12 городов по СУЗам. В каталоге есть удобные фильтры. Для ВУЗов это и по ЕГЭ, и по типу ВУЗа, его специализации, и по направлению образовательных программ, и по различным критериям можно фильтровать. Вот также и СУЗы можно фильтровать по различным критериям. Также ВУЗы, как я и говорила, каталог ВУЗов представлен и в вариантах обучения на конкретной программе, и в специальности есть список ВУЗов, и в профессии есть список ВУЗов. То есть это не просто каталог ЕДИМИ, а каталог, связанный со всем остальным контентом. Если посмотреть карточку ВУЗа, да, он, по сути, карточка ВУЗа повторяет весь сайт. У каждого ВУЗа есть все, что есть на сайте для всех ВУЗов. Есть информация о ВУЗе, есть программы обучения в этом ВУЗе, есть специальности этого ВУЗа, подразделения его, новости, календарь, контактные данные, и даже можно пройти тесты, все тесты в рамках контента конкретного ВУЗа. Для того, чтобы, например, вы определились с конкретным учебным заведением, и вы хотите рассматривать информацию только в рамках этого учебного заведения, какие возможности предоставит вам это учебное заведение, хотите пройти тест шансов, куда вы можете поступить в этом конкретном учебном заведении. Для этого есть волшебная кнопочка, которая называется «Настройка сайта по ВУЗу». Это можно сделать при помощи вот этого, этой настройки, вот настройка сайта по ВУЗу, либо вот здесь есть возможность настройка сайта по городу конкретному или конкретному ВУЗу. И если вы настроите сайт по ВУЗу, вот здесь настроен, да, по ВУЗу, вы получите меню верхнее этого ВУЗа, и вы сможете делать все действия, проходить тесты, проходить тест шансов, смотреть новости, смотреть календарь, да, воспользоваться поиском по ЕГЭ, то есть всем, смотреть специальности, смотреть программы. Все, что касается этого ВУЗа, вам не будет мешать другой контент. Вот наш сайт, это имеет такую уникальную настройку сайта по ВУЗу для ребят, которые определили с УЗом. Это очень удобно для выбора и сравнения. Точно так же и СУЗы тоже имеют такую же настройку, и точно так же можно выбирать СУЗ. Здесь я более четко показала, более крупным планом, да, настройку сайта по ВУЗу, как выглядит эта настройка. Вот, нужно воспользоваться вот этим колесиком для того, чтобы настроить сайт по ВУЗу. Для ВУЗов и СУЗов у нас есть настройка специальная, которая делает странички сайта без логотипа нашего. Видите, здесь логотип поступил онлайн, а вот такая настройка, да, она предполагает, то есть модуль рекламный ВУЗа, только логотип самого ВУЗа или логотип самого учебного колледжа. Вот, и такой сайт в настройке модуль можно использовать для рекламы, потому что здесь не будет переходов на сайт поступил онлайн. Анализ ВУЗа, список специальностей и профилей. У каждого учебного заведения, так как я говорила, все, что есть на сайте, и все сервисы, которые есть на сайте, можно применить к конкретному ВУЗу или СУЗу. Подразделения в городах и так далее, да, вот, достаточно детальная информация. И также календарь, вот, календарь дней открытых дверей, мероприятий различных. Ребята могут выразить свое желание пойти, установить напоминания, чтобы мы напомнили им за один-два дня до начала мероприятия. В календаре битуриента, также все мероприятия, все, что делает ребенок, у него сохраняется в личном кабинете. В личном кабинете у него сохраняются и дни открытых дверей, и конкретные учебные заведения, специальности, и там есть возможность выбора и сравнения всего этого хозяйства. Вот, также, поскольку у нас есть связи с профессиями, только на нашем сайте, по сути, есть возможность посмотреть, какие профессии можно получить в конкретном учебном заведении, и уже, соответственно, выйти на определенные программы либо специальности через профессию. Каталоги специальностей. Каталог специальностей, соответственно, бакалавриат, магистратура, специальности колледжей, среднего профессионального образования, начального профессионального образования. Есть все возможности для выбора, сравнения, фильтрации. Все представлено, кратко описано. И у специальности, у самой карточки специальности также можно фильтровать по городу и посмотреть, какие можно специальности получить в конкретном городе. А это карточка специальности и ее информационное поле. У каждой специальности есть профили, и, как правило, большая часть абитуриентов вообще не догадывается, что существуют профили или специализации. Специализация – это то, что утверждено в Министерстве самообразования, а профиль – то, что утверждается на уровне вуза. То, что профилирует и, собственно говоря, готовит к определенной группе профессий. И, оказывается, у одной специальности может быть огромное количество профилей, буквально сотни профилей. И они очень-очень разные. И ребята, они не догадываются, что они поступают именно на образовательные программы и с профилем обучения определенным. И если не анализировать профили, может получиться такая история, что ребенок поступал на психологию и думал, что он будет детским психологом, а оказывается, просит пенсициарная психология. Или ребенок поступал на технологию машиностроения, а оказывается, что он подписывает заявление на ремонт и обслуживание горных машин. И чтобы такого сюрприза не получилось в итоге, что человек приложил столько усилий, использовал свой шанс поступить на бюджет и поступил не туда, куда хотел, необходимо обязательно анализировать профили. И наш сайт – единственный сайт, который систематизировал именно связи специальностей с профилями. Вся информация у нас представлена на уровне профилей. Вот, соответственно, у каждой специальности есть список профилей, список вузов, где можно получить список профессий, к которым готовят данные специальности, и зарплата и трудоустройство. Это очень интересная информация. Она предоставляется Министерством образования специальным отчетом, специальной аналитикой. Эту аналитику мы берем из официальных источников и представляем, какая заработная плата может быть у выпускников данной профессии. Кстати, в таком среде Министерство образования ее не показывает. Оно показывает по конкретному вузу, по конкретному вузу, какая доля трудоустройства у выпускников и какая заработная плата у выпускников данного вуза по данной специальности. Мы же агрегировали все эти данные и показываем суммарно по данной специальности среднее значение трудоустройства у выпускников и какая заработная плата у выпускников данной специальности. Если настроить по городу, мы увидим, соответственно, заработную плату выпускников, Вузов данного города. Если же мы будем смотреть по конкретному вузу, мы увидим, какая заработная плата у выпускников данной специальности данного вуза в сравнении со средними значениями специальности по России. А если настроим по городу, то по этому городу. Вот такая интересная информация присутствует только на нашем сайте. Каталог профилей образовательных программ. Здесь есть возможность поиска специальностей по направлениям, по АЕГЭ. Здесь же есть связи с экзаменами. И, соответственно, можно установить свои экзамены и найти программы, которые соответствуют тем экзаменам, которые выбрал ребенок и которые он будет сдавать. Ну и ряд других, пусть очно, заочно и так далее. Другие формы обучения. Но самое интересное, это посмотреть, собственно говоря, как выглядит сама программа. Я здесь показала, что также программу можно смотреть в конкретном вузе, в конкретном суде. Вот как выглядит сама программа и ее информационное поле. Какое информационное поле у программы образовательной? Оказывается, на одну и ту же программу разные учебные заведения, вузы могут иметь разные экзамены. Это очень важная информация. Потому что большинство ребят думают, что если он поступает на экономику, то ему нужно общество знания, русский язык и математика. А на самом деле это не так. В разных вузах могут требоваться разные экзамены. Где-то потребуется еще английский язык. Где-то будет два математика, например, русский язык, нужный ЕГЭ, а где-то потребуется сдавать в вузе экзамен обязательно. В общем, вариаций может быть много. И те вариации по данному профилю образовательному мы представляем здесь. Ребенок может это выбрать и сравнить. Здесь краткая информация, какие вузы, скрин деталей. И описание программ. О программе всегда содержат ключевые дисциплины профессиональные. По ключевым профессиональным дисциплинам можно понимать, что будет на выходе с этим специалистом, который окончит эту программу. И также у программы есть, повторяю, специальность трудоустройства и зарплаты выпускников. Это тоже важная информация при принятии решения о конкретной программе. Варианты обучения по этой программе. Варианты обучения могут быть в разных вузах. В разных вузах. И могут быть разные платно, бесплатно, очно, заочно, вечерне. И вот эти варианты можно рассматривать в одном списке по этой программе. Здесь же представлены, соответственно, проходные баллы, количество платных и бюджетных мест, средняя стоимость обучения. И если есть информация о конкурсе, представлен даже конкурс. Вот. Хочу сказать, что откуда мы берем такие данные, данные представлены на сайтах вузов в разных форматах. И зачастую мы берем из сырых материалов в списках поступивших. Практически всегда можно найти конкурс, если вы просто смотрите, какое было количество мест и смотрите, сколько было подано заявлений. И мы это считаем и выкладываем на сайт. И вот таким образом мы получаем конкурс из сырых материалов. Вот. Также мы, если не находим информацию агрегированную у вуза, о его проходных баллах по специальности, мы также идем в списки поступающих, в списки поступивших и находим эту информацию. То есть это ручной большой труд, который делает наш отдел контента. Наш отдел контента и он, соответственно, есть система качества этого контента. Мы очень много внимания уделяем качеству контента. Стараемся минимизировать ошибки. Потому что мы, вы увидите в дальнейшем, предоставляем ребятам такой сервис, который называется сравнение вузов. И там каждая ошибка, она очень видна и приводит к серьезным, как бы, нарушениям в статистике. Поэтому качество информации – это отдельный фокус внимания наших сотрудников. Ну и также вот мы можем посмотреть, какие профессии мы можем получить на конкретном профиле экономика предприятия организации. Так, журнал абитуриента, календарь абитуриента, да, обычная такая. Такая история. Хочу остановиться на тесте, который буквально недавно мы запустили, в неделю он работает. Дело в том, что ребята после 9 класса, они вообще очень тяжело воспринимают, куда же им пойти учиться. Предположим, они хотят закончить школу и пойти учиться в студии. И хотят сами это самостоятельно выбрать. И какие ориентиры, даже про ориентационные тесты могут помочь слабо. А это один вариант такого экспертного теста, который я делала самостоятельно. Здесь ребенок может, например, выбрать предмет история. Два-четыре предмета он может выбрать, которые ему нравятся. И оценить свою успеваемость и свой интерес к предмету. Я, как эксперт, оценила специальность СПО и начального профессионального образования, и среднего профессионального образования. Учла, что на начальное профессиональное образование успеваемость может быть немножечко ниже. На СПО требуется немножечко выше. Учла предмет специальности, например, если высокие баллы по биологии и химии, то это, безусловно, уже ближе к медицине. А если эти баллы чуть-чуть пониже, то это может быть моборанг, например. И таким образом мы сделали модель теста, который позволяет ребятам выбрать специальность. Благодаря вот этому тесту вы пронаригируете, насколько точно он попадает в цель. Но так или иначе, этот тест является отравленной точкой для принятия решения. То есть он все-таки предлагает некий список вариантов и оценивает степень соответствия данной специальности к конкретному выбору предметов. Я прошу прощения, со звуком небольшие проблемы. Я вас попрошу, переводите, пожалуйста, в комнату вебинарную, еще раз. Нет, этого недостаточно. Надо просто перевойти в вебинар. Да, перезапуститься в вебинаре. Продолжение следует... Продолжение следует... Как сейчас со звуком? Слышно? Видно? Отлично. Тогда я остановлюсь на уникальном тесте, который я сама разработала, который позволяет по предметам школьным ребенку подобрать специальность специального профессионального образования. Ребенок может выбрать от двух до четырех предметов, оценить свою успеваемость и интерес к предмету и на выходе получить список специальностей, которые соответствуют его выбору. И здесь будет коэффициент, который говорит о степени соответствия конкретной специальности выбору конкретного ребенка. И такой тест может помочь сориентироваться и, в общем-то, рассмотреть какие-то варианты. Этот тест абсолютно уникальный и созданный мной, как экспертом. Тест ребята ищут часто в интернете, в поисковых системах, по ЕГЭ. Что только они не ищут. По ЕГЭ они ищут и вузы, и факультеты, и специальности, и профессии. В общем, весь спектр, который им необходим для принятия решения объектов, они ищут по ЕГЭ. И для облегчения их поиска мы сделали варианты поиска, вот точки входа, поиска различных объектов по ЕГЭ. Также очень важный тест для тех, кто принимает решение о поступлении в ВУЗ, это калькулятор ЕГЭ. Этот сервис, он помогает сфокусироваться на тех образовательных программах, специальностях и учебных заведениях, куда выше шансы поступить и подать заявление в те учебные заведения, где шансы высокие. И, в общем-то, не потерять год из-за того, что ты подал документы туда, куда твои шансы ниже. Отличие нашего теста, шансов нашего калькулятора ЕГЭ от всего, что есть на других сайтах, состоит в том, что мы можем выполнять этот тест в разных срезах. Его можно выполнять по программам всего сайта, либо программам конкретного ВУЗа, либо в рамках одной вообще программы смотреть все ВУЗы. То есть сегментация теста позволяет выбрать тот сегмент принятия решения, который тебе нужен. Вот здесь представлен общий тест, тест по ВУЗу, тест по конкретной программе и по конкретной программе в ВУЗе. В связи с этим, получается, этот тест для кастомизации, он присутствует, кнопочка «Проверить шансы», присутствует там, где можно проверить шансы по всему сайту. И из любой точки можно выйти на вот такую форму проверки шансов. В результатах теста шансов есть вероятность поступления. Эту вероятность можно посмотреть, она там высокая, средняя или низкая. И можно посмотреть, соответственно, проходные баллы, количество мест, конкурс для конкретной образовательной программы. Посмотреть варианты и выбрать нужные варианты. В личном кабинете авиатуриента можно сохранять все объекты. Все объекты, которые есть на сайте. И объект ВУЗа можно еще и сравнивать. Мы хотим запустить сервисы сравнения объектов на очень высоком уровне. И мы пока запустили сервис сравнения только по ВУЗам. В этом сервисе участвует информация Министерства образования из мониторинга ВУЗов. И участвует информация нашего сайта и поведение пользователей по отношению к ВУЗам. И интегрировав эту информацию, мы сделали отчеты, которые понятны. Которые понятны родителю и абитуриенту. Буквально прямо на сайте есть возможность нажать кнопочку «Сравнить». Вот на страничке ВУЗа или на страничке списка ВУЗов прямо. Можно выбрать несколько ВУЗов. И получить отчет о сравнении этих ВУЗов по 50 критериям сравнения. И вся эта информация будет представлена в виде наглядной инфографики. И более того, еще с подсказками, как интерпретировать эту информацию с точки зрения принятия решения. Она также доступна на мобильных устройствах. Сервис строит персональный рейтинг ВУЗов. Что это такое? Это значит, что все критерии, или важные для вас критерии, вы можете оценить по степени значимости данного критерия по 5-бальной шкале. Вы выбираете какие-то критерии для вас важные и оцениваете их по 5-бальной шкале. Нажимаете кнопочку «Выбрать» и рейтинг ВУЗов перестраивается с учетом вашего значимости конкретных критериев. Вы получаете персональный рейтинг ВУЗов для себя. Я уже говорила, что мы хотим запустить сервис сравнения также специальностей. Это, мне кажется, самое актуальное. И это будет запущено еще в мае. Я думаю, что мы запустим до того, как ребята закончат школу. Сравнение программ, сравнение профессии, сравнение профилей. И сделаем как бы пакет из пяти отчетов. Сервис платный. Хочу сказать, что я всем участникам вебинара, которые изъявят желание, могу направить промокоды для того, чтобы вы могли попробовать этот сервис бесплатно. Поэтому оставьте свои контактные данные организатору вебинара, и вы получите комплект промокодов для сравнения ВУЗов и для расширенных возможностей тестирования на нашем сайте. Также мы увидели необходимость консультаций. Консультации по выбору, консультации по навигации на сайте. И вот в течение 2017 года мы провели 16 тысяч консультаций в интернете. На поступе онлайн, в ВК, в ответы Mail.ru, TheQuestions, Facebook и так далее. И мы видим необходимость развития сервиса консультаций. Сервис консультаций, как я говорила, будет развиваться с партнерами. То есть мы сами будем делать консультации, партнеры будут делать консультации. И также мы будем автоматизировать консультации и делать консультации на базе искусственного интеллекта. Вот в таком стиле примерно будет выглядеть. Ребенок смотрит список ВУЗов и тут выскакивает ему такая информация. Пс, может устроим батл ВУЗов, если не знаешь, куда поступить. Ну, как бы, и здесь уже, как бы, идет навигация по тому, как сравнить ВУЗы. Поступив онлайн в школе. Поступив онлайн в школе, мы решили, что возможности сайта позволяют педагогам проводить занятия. И в школе можно, например, организовать курс дополнительного образования, который для ребят 8-9-10-11 классов, который будет называться школа абитуриента. И из школы абитуриента можно сделать, в общем-то, коммерческий продукт. Коммерческий продукт, который вы можете получить грант на него или можете продать его родителям, школьникам. Он состоит из лекций, практических занятий, квестов и персональных консультаций. И мы решили, что мы будем для школы абитуриента готовить различные методические материалы и выкладывать их в сеть. Вот как может выглядеть структура занятия, да, школа абитуриента. Словарь абитуриента, выбор абитуриента, как построить процесс выбора, да, например, подготовка к поступлению абитуриента, поступление непосредственно, сам процесс, алгоритм его, практические занятия, тестирование, профтесты, решение квестов, построить свои траектории поступления в ВУЗ или СУЗ и персональные консультации. Что может дать для школьников такие занятия? Они могут сформировать более четко образ «я абитуриент», усиливать четкость этого образа и повышают уверенность ребенка, снимают страхи и неопределенность, повышают осознанность выбора, повышают мотивацию на учебу. У ученика появляется ясная цель его обучения. Это все вместе повышает его вероятность поступления в ВУЗ или СУЗ. Для школы же такая школа абитуриента может повысить рейтинг школы, поскольку однозначно больше учеников посылят в ВУЗ и СУЗы. Школа абитуриента может обеспечить ей дополнительное финансирование. И я даже прикинула, сколько можно заработать. Предположим, что у вас небольшие затраты на подготовку педагога. Кстати, вебинары по подготовке педагогов мы планируем делать бесплатно. Затраты на 5 групп, 100 человек, 1 сезон. Работа педагога 30-40 тысяч, может быть и больше немножечко. Но печати раздаточных материалов, аренда помещения. В общем, небольшие затраты. В результате мы можем заработать, предположим, это 100 учеников по 10 тысяч рублей. Мероприятие длится 3 месяца. По 3,5 тысячи в месяц. Это вполне подъемные деньги для родителей. И тем более, что на кону стоит уверенность ребенка в будущем, его самостоятельный выбор. Можно получить субсидии от государства на такой курс. Для курса необходимо совсем немного. Подготовленный педагог, печатная продукция, компьютерный класс и материалы методические, которые мы предоставим. Мы делаем вот такие видео для школы абитуриента. У нас есть уже 3 видео, и мы будем продолжать его делать. Я думаю, что когда мы найдем партнеров по созданию конкретных школ, школ абитуриентов, здесь мы поработаем более плотно. У меня есть специалист, который этим занимается. Мы создадим, я думаю, что целую серию занятий, видеозанятий. У нас есть такие красивые методические материалы, листовки, которые мы можем прислать тоже бесплатно. И предоставить промо-коды для решения квеста. Промо-коды для наших платных сервисов на сайте. Это траектория поступления в колледж, это листовочка. Но можно скачать рабочие тетради прямо на сайте. Это бесплатно. Есть на сайте раздел сервисы. Вот раздел сервиса. Этот раздел сервиса нажимаете, нажимаете методические материалы и получаете квест «Траектория поступления в ВУЗ» и квест «Траектория поступления в колледж». Вот рабочая тетрадь можно распечатать прямо с PDF-формата. Она сделана специально для А4. Здесь есть краска словаря абитуриента, есть шаги, которые нужно заполнить, инструкция к шагам. И это уже готовый методический материал для работы. Такой же методический материал есть для поступления в колледж. Вот. Это такая вот наша последняя идея, которую мы придумали для школ. Для ВУЗов и СУЗов, конечно же, наш сайт – это прекрасная площадка для продвижения. Но кроме площадки для продвижения, есть еще инструменты работы с целевой аудиторией. Для тех, кто задумается о создании баз абитуриентов, для тех, кто задумается о рассылке абитуриентов, кто прозванивает абитуриентов и хочет, например, увеличить количество поступающих на платные программы, для них это уникальный инструмент и возможность работать со своей целевой аудиторией. Огромное количество инструментов присутствует на сайте. Даже не хочу останавливаться очень подробно, потому что это очень профессиональный хороший инструмент. Ну, например, вот база абитуриента, общение с абитуриентами, вы можете отвечать им на их сообщения, на их вопросы. Вы можете фильтровать эту базу по огромному количеству оснований. Ну, например, социальный статус, родитель, ребенок, студент, который поступает в магистратуру, готовность оплачивать свое обучение, либо поступает только на бюджет, год поступления. И огромное количество оснований, по которым можно фильтровать эту базу. Всю эту информацию они оставляют при контакте с контентом вашего учебного заведения. Вы можете смотреть также статистику размещения. Статистика размещения показывает, сколько было показов вашего контента, сколько действий совершили пользователи с вашим контентом, какие эффективности этих действий и сколько клиентов у вас в базе. Также наш сайт позволяет формировать уникальные рекламные ссылки. И если вы делаете отдельные рекламные кампании на нашем сайте, либо внешние рекламные кампании, вы можете смотреть эффективность источников. Вот здесь представлена статистика по источникам. Вы видите по каждой ссылке, сколько было переходов, превратился ли этот переход клиента в базе, и какова эффективность этого источника. Все это позволяет делать наш сайт. По сути, рекламная система для продвижения учебного заведения. Есть, соответственно, возможность добавлять события, карточки событий, дни открытых дверей и продвигать их. Есть возможность делать специальные лендинги для продвижения. То есть здесь достаточно такой простой конструктор, который позволяет вам в течение 5-6 минут создать лендинг, доступно на мобильных устройствах для продвижения дня открытых дверей или Олимпиады или еще какого-то другого вашего сервиса. Вы можете, соответственно, создать рекламные ссылки, посмотреть их эффективность по источникам. Вы можете посмотреть по источникам, какие люди пришли с каких источников. И эффективность каждого источника. То есть конкретно вот этот человек пришел из Google, а этот человек пришел из Ям. Вы можете продвигать свои мероприятия при помощи наших рекламных инструментов различных или использовать вообще модуль ВУЗа для комплексных рекламных компаний. У нас есть несколько ВУЗов, которые доверили нам свое продвижение в этом году полностью. И мы делаем, например, такому ВУЗу, как Рбутис, полностью продвижение на вот этот модуль. И мы видим эффективность этого модуля. В чем фишка, как говорится? Когда вы делаете контекстную рекламу к себе на сайт, ваш сайт, как правило, плохо адаптирован к поисковой оптимизации и к семантическому ядру, которое пользователи набирают в поисковой системе. Наш же сайт, он имеет уже правильную структуру с точки зрения семантики. У него правильная страница. И такой рекламный модуль, он содержит правильную семантику. И благодаря этому объявление контекстной рекламы выигрывает конкуренцию по качеству. И вы можете снизить стоимость клика в 10 раз. То есть если вы выставляете на тендер 30 рублей клика или 40 рублей клик, то благодаря модулю вы можете получить стоимость клика рубль 80 копеек. То есть просто в разы дешевле. И при этом вы можете видеть конверсию в виде конкретных пользователей. Вы можете посчитать, сколько вам стоил конкретный абитуриент, а потом проанализировать, конвертировался ли этот абитуриент в покупателя, который купил у вас платные услуги вашего учебного заведения. То есть все это позволяет делать наши рекламные инструменты. Вот. Если есть немножечко времени у наших слушателей, вот вкратце итоги приемной кампании 2017 года. В прошлом году наш сайт еще не был лидером по посетителям. Вот на момент приемной кампании. И посетили его за период с 12 июня по 13 июля 1,34 миллиона. Да, а на сегодняшний день у нас уже 1,5 миллиона пользователей в месяц. И мы ожидаем в период приемной кампании 3-4 миллиона пользователей. Вот. Но тем не менее в прошлом году приемная кампания была тоже достаточно эффективной с учетованием посетителей. Вот вы видите, до 100 тысяч, больше 100 тысяч визитов в сутки было на наш сайт в этот период. Тест шансов поступления калькулятору ЕГЭ прошли более миллиона человек. То есть это, по сути, ну, половина абитуриентов России прошли тест калькулятору ЕГЭ на нашем сайте. Вот. Это 70% всех абитуриентов. Ну, я думаю, что половина, наверное, скорее всего. Более 130 тысяч человек попали вот в этот период в CRM-системы. То есть если вы представитель ВУЗа, вы будете иметь возможность видеть своих абитуриентов и будете контролировать ситуацию и иметь возможность позвонить им, позвонить им в службу и пригласить их, если вы очень заинтересованы в этом абитуриенте. Мы, кстати, анализировали, сколько процентов, ведь ребята оставляют, в общем-то, свою фамилию, имя, отчество, и можно по спискам подавших заявления посмотреть, какой процент дошли до ВУЗа и подали заявление. И мы анализировали у десятка ВУЗов примерно такую информацию, потому что ВУЗы попросили нас информацию об эффективности, и мы обнаружили, что порядка 35% абитуриентов, которые есть в CRM-вузов на поступе онлайн, подают документы в конкретный ВУЗ. Потенциал привлечения на коммерческие направления ВУЗов. То есть 46% абитуриентов с CRM-вузов готовы оплачивать обучение. Если бы они все оплатили, то это была бы вот такая вот огромная сумма. И мы анализировали, у нас есть интересные отчеты по результатам приемной кампании. Если кому-то интересно, тоже могу дать ссылочку на аналитические отчеты прошлого года. Там представлена информация детально по баллам поступающих, по специальностям, которые интересуют поступающих, по готовности оплачивать обучение. Очень много интересной аналитической информации мы делаем каждый год по дизайнам приемной кампании. Здесь представлен такой вот график, который говорит, какой процент у какого ВУЗа абитуриентов, которые готовы оплачивать обучение. Например, максимальное количество студентов, которые готовы оплачивать обучение, 59%. Куран ХГС, Ученгука, второе место, Кубанские государственные места, потом Крихановка, Руден и так далее. Ну, собственно говоря, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если есть какие-то вопросы, либо пожелания, пишите. Значит, что я вам обещаю? Первое – это промо-коды для того, чтобы вы могли посмотреть расширенный доступ ко всем тестам сайта и попробовать тест сравнить ВУЗы на нашем сайте. Вот, это первое. И второе – это ссылочка на аналитические отчеты приемной кампании прошлого года. Наверное, это тоже будет интересно. Вот, большое спасибо всем за внимание. Вот, да, я тоже, мы очень все люди, наш весь коллектив. Я хочу всех пригласить, кто живет в Москве или будет в Москве в период с 18 по 21 апреля. У нас будет большой стенд 43 квадратных метра в зоне профориентации. Вот, мы подготовили для ребят очень интересные игры. Мы будем читать лекции для ребят, мы будем решать квесты с ребятами. Нам Ростелеком и Просвещение предоставили 10 компьютеров для того, чтобы мы могли организовать прямо на стенде решение квестов. У нас там будет интересная игра, лайфхаки, поступления. Будут ценнейшие призы от Skyeng, от Foxford, от Rosatom. Очень хорошие призы для ребят, которые будут играть в игру, лайфхаки, поступления. Они будут вывешивать на специальный стенд свои открытия, инсайты по поводу того, что необходимо для поступления. Другие ребята будут лайкать и оценивать их квестхайки. И 21 числа мы определим победителей и вручим очень классные подарки. Вот, поэтому, кто хочет лично со мной пообщаться, тоже приходите на стенд. Я буду на стенде. У меня еще 4 выступления запланировано на ММСО 2018. Как раз будет ММСО выступление, посвященное работе со школой. Там будет присутствовать директора школ. Вот, и я буду рассказывать вот о продукте школы абитуриента. Вот, также буду рассказывать отдельно. Кстати, 18 числа будет, по-моему, в час дня. 18 числа в час дня я буду рассказывать очень стально о приемной компании ВУЗа. У меня есть большая презентация, и мы там собираем наших клиентов в ВУЗах. Можете тоже приходить. Вот, то есть у вас есть возможность непосредственно пообщаться со мной и какие-то совместные, возможно, планы решения применить в реальную жизнь. Всего хорошего тогда. Если вопросов нету, пишите. Контакты Павел предоставит, и я всем вышлю промокоды. Павел. Вот, Алла, замечательный вебинар. Присоединяюсь к ее предложению посетить ММСО на этой неделе. Это замечательное мероприятие, где можно в том числе встретить будет и Аллу. Я обещаю все ваши контакты дать, переслать Алле Анатольевне для анализа и для рассылки промокодов. Ну и я благодарю всех вас за то, что вы присутствовали и внимательно слушали, и кое-кто даже задавал вопросы и высказывал свои положительные эмоции, которых было сегодня достаточно. Ну что ж, мы с вами встретимся на новых вебинарах. За время нашего вебинара мне удалось выяснить, на какой день перенесен завтрашний вебинар Софьи Багдасаровой. Он состоится 20 числа, в пятницу, 20 апреля в 11 часов. Так что наши вебинары никуда не деваются, просто вот произошел такой перенос. Прошу это учесть, мы сегодня еще отдельной рассылочкой дадим знать об этом переносе. Что ж, тогда встретимся с вами в среду. И нас ждет неделя вебинаров, кроме завтрашнего дня, неделя вебинаров, будут интересные вебинары. Приходите, встретимся на вебинарах в детях.